Здравствуйте, друзья! С вами Амбаров. Наконец-таки мы закончили со сраной темой коронавируса и карантина, потому что она задрала уже всех и поголовно. Но обойти ее стороной было бы странно. Это как не замечать слона у себя в гостиной. А сегодня в видео мы поговорим о вещах... Угу, супер, Кирилл. А сегодня в видео мы поговорим о вещах, которые кажутся странными при переезде из Европы в Великобританию. Почему англичане ездят по левой стороне дороги? Зачем нужно два крана в раковине? И почему вам нужно передернуть шнурок при входе в туалет в Англии? Давайте разбираться во всем этом вместе. Как многие из вас, наверное, знают, англичане ездят по левой стороне дороги. То есть руль у машин находится справа. И несмотря на то, что рулевая колонка отзеркалена под центральной оси машины и находится с правой части автомобиля, все остальные инструменты управления автомобилем вы найдете в тех местах, где положено. Понимаете, да? То есть смотрите, как я переключаю передачи. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. То есть скорости находятся там, где вы ожидаете их найти. То же самое и со всякими поворотниками. К чему я все это веду? Научиться водить машину, у которой руль справа, не настолько тяжело. Правда, первые пару вождений ваша рука будет часто биться о правую дверь в поисках коробки передач. Так почему же мы тут ездим по другой стороне дороги? На самом деле, ответ на этот вопрос достаточно прост и мог бы уместиться в одно предложение. Да? Но мне для видео нужно больше, чем одно предложение, поэтому я буду лить воду, как в своей университетской годовой работе. Причина, по которой мы ездим с левой стороны дороги, предположительно, зародилась в средние века, когда люди передвигались по дорогам на лошадях. То есть представьте вы, в средние века едете такой на лошади по хреновой дороге с целой кучей выбоин. В некоторых из этих выбоин могли скрываться криминальные элементы. Вам всегда нужно было быть на чеку и в любой непонятной ситуации успеть схватить свой меч и начать косить вражин направо и налево. Как вы, наверное, знаете, 90% людей на этой планете правши, и поэтому логичное было бы передвигаться по левой стороне дороги и иметь оружие под правой рукой. По другим данным, это пошло еще с римских времен. Римская империя, как вы, наверное, знаете, тоже захватывала Англию. И судя по раскопкам, именно так римляне передвигались по дорогам. И Англия, имея свои собственные колонии, конечно же, распространила такое дорожное движение и на них. Как мило. Завоняло травой. Кто из вас не понял, в чем прикол? В Англии многие люди курят травку. Кстати, об этом расскажет в своем следующем видео Тадеуш. Он расскажет про распространение наркотиков в этой стране. Ладно, ребят, я еще могу понять исторические причины движения с другой стороны дороги. Но что за хренатень с одним краном для холодной воды и одним краном для горячей воды в некоторых туалетах Англии? Давайте начнем с того, что это больше историческая вещь. И в новых домах такое, конечно же, не встречается. Там уже есть смесители. Но вот, например, когда мы были студентами, мы жили отнюдь не в новом доме. Я сейчас тебе расскажу, короче. Ну, когда студентами-то были, да, денег вообще не было. То есть, даже на такие простые вещи, как туалетную бумагу. То есть, мы просто ее не покупали в доме. Мы снимали дом, там где-то 5 человек живет, да. И даже если ты купишь туалетку, ну, положь ее, соответственно, где она положена лежать, соседи быстро ее и затрут, как будто только этого и ждали, гребаные засранцы. Ну и вот, поэтому нам приходилось, так сказать, подмываться. И вот стоишь ты такой, свесившись булками над раковиной, да, и из одного крана гребаная кипящая лава, а из другого льды Антарктиды, прямо подключенные туда трубой. Ну, так я и проходил весь универ с одной обожженной булкой, а с другой замерзшей. На самом деле, тут существуют две причины, и они связаны друг с другом. По трубопробуду в дома идет холодная вода. Ну, и как и сейчас, соответственно, да. Но раньше, чтобы добыть горячую, устанавливали отдельный бак, который располагался где-то на чердаке, и там как-то ее уже кипятили. Дело в том, что трудопроводная вода, холодная, считалась чистой или питьевой, а горячая, соответственно, которую вы располагали у себя на чердаке, куда могло попасть, не знаю, помет, крыс или что там такое, она уже не могла считаться чистой. И если вы поставите какой-то неправильный смеситель, то давление в трубопроводе могло просто, ну, как-то смешаться с вот этой горячей водой, и тогда никакая вода бы уже не была питьевой. Ну, в избежание заражений, так сказать. То есть, вот первая причина – это то, что вода классифицировалась как питьевая из трубопровода, а вторая причина – это то, что если вы поставите какой-то не такой смеситель или какие-то прокладки, то произошло бы смешение воды вместе с вашей горячей, которая могла бы вас потравить, и поэтому делали все таким образом. Другая интересная вещь в Англии – это выключатели в ванных комнатах. Это такие шнурочки, свисающие из потолка, за которые вы должны дернуть при входе в ванную комнату. Все дело в том, что для нас это достаточно необычно, и хотя к этому очень быстро привыкаешь, но когда к вам приезжают гости из Европы, они, бывает, заходят в вашу ванную, и долго не могут понять, как там включается свет, ведь на стенах нет никаких выключателей. Это все связано с электробезопасностью. Существует вероятность, при которой, например, вы стоите в ванной, в которой еще есть вода, и пробуете достать выключатель на стене, и если он неисправен, то существует очень редкая вероятность, при которой вас шандарахнет током. Для этого и ввели эти шнурки из потолка. По этой же причине безопасности вы увидите, что у англичан на розетках есть выключатели, которые изолируют розетку. И это тоже связано с безопасностью, так как неисправные розетки могут вызвать пожар в доме. Так же, как некоторые, наверное, из вас знают, в Англии вообще розетки выглядят по-другому. То есть, где-то на экране сейчас появилась розетка. О, розетка! Где-то на экране сейчас появилась. И видите, что она не такая, как европейская. И с этим вы столкнетесь, когда приедете в Англию, например, как турист. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему розетки отличаются дизайном от европейских, но могу допустить фактологические ошибки, потому что не до конца наты с электроникой. С электричеством. С электрикой. Вот, с электрикой. Но вы поправьте меня, если что, в комментариях. Все дело в том, что после Второй мировой войны в Англии не хватало меди для того, чтобы делать провода. И если в Европе каждая розетка отдельным проводом соединяется со щитком, с какими-то предохранителями, то в Англии розетки сделаны по типу петли. То есть, каждая из них соединена только друг с другом. А вот эти предохранители, они встраиваются в вилку от розетки. Ребят, я, надеюсь, я правильно объяснил другой дизайн розеток в этой стране. Но, опять-таки, если я допустил какую-то ошибку, и у вас другая информация, вы, конечно же, сразу поставьте лайк и подпишитесь на канал. Не надо говорить мне, что я не прав в комментариях. Хе-хе-хе. Как я все перевернул, да? На этом мое сегодняшнее повествование подошло к концу. Я очень надеюсь, что вам понравился мой видос. Твои веки тяжелеют. Твое дыхание выравнивается. Ты слышишь только мой голос. Сейчас ты поставишь лайк этому видео и напишешь хвалебный комментарий в адрес Бузовой. Тьфу, какой Бузовой? В адрес этого канала. Конечно, в адрес этого канала. А потом скинешь это видео своим друзьям, и они тоже поставят лайк и напишут хороший комментарий Бузовой. Какой нахрен Бузовой? Стоило мне только один раз нажать на это дерьмо. Бузова, отпусти меня. Мало половин, мало-мало половин. Мне не получается играть, как у актера, блин. Сраная Бузова.